Всем привет, привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Инна, и как вы уже поняли по названию видео, оно будет о пустых баночках. Кто не видел первую часть, обязательно посмотрите, я внизу оставлю в инфобоксе ссылку. Давайте, наверное, начнем с продукции, которая у меня вызвала, опять же, аллергию, вы же мои вообще какая-то, да, аллергичная, вы скажете, но все же. Я писала пост в инстаграме вот об этой имбирной воде от Олеси Мустаевой, у меня на утро, я помню, проснулась, глаза были красные, отекшие. Это, к сожалению, был вот именно аллергический конъюнктивит, и я, помню, сразу стала принимать таблетки, видимо, реакция на имбирь, что ли. Дальше от марки Me&Co, вот такое вот маслоочищающее имбирь, тоже имбирь, кстати, у него на меня реакции не было, никакой аллергической. Единственное, что мне не понравилось, это то, что он макияж не снимает, как заявлено изначально, никакие воспаления не убирает, и поры не очищает, наоборот, даже и забивает, как мне показалось. Создается пленка, непромытость какая-то, все это не смыть, глаз-глаз стала тушь убирать этим маслом, это что-то. У меня просто все закрылось одной пеленой, и пробовала им уже мыть и кисти, и бьюти-блендер, кисти стали как дубовые, несмотря на то, что их хорошо промывала, пришлось потом и перемывать вообще эти кисти. Мне очень понравилась вот такая мицеллярная вода от Фаберлик, пролексир с галуроновой кислотой. Половина тюбика использовала для себя, и половина использовала для работы, снимая клиентам вот макияж, да. Вы знаете, я могу сказать, что отлично работает, не вызывает раздражений, не сушит кожу. Закажу обязательно снова. Вот лучшие гели для душа Фаберлик из серии зима. Несмотря на то, что какая погода за окном, холодно, либо вот сейчас тепло, я все равно могу вам посоветовать. В любое время года это не влияет на название средства и на его эффективность. Прекрасная такая мягкая пена, создается кожа увлажненная, не сушит. Это аромат нейтральный, самый лучший гель у Фаберлик. Очень люблю вот такое жидкое мыло для рук с алоэ вера. Депантенул содержит, очень понравилось, закажу снова с удовольствием. Серия это про руки. И также вот еще есть жидкое мыло, у меня штрудель с мороженым от Фаберлик. У них вот в одной серии я заказывала, также и гель для душа. Вот эти два средства мне вообще не понравились. Когда изначально я их заказывала, я ожидала, что аромат будет такой вот именно мороженого, что-то ванильное, такое, знаете, сладкое. И я вот, ну, оказалась неприятно удивлена, потому что аромат какой-то химический, еле удаленный и вообще совсем другой. То есть он вообще не пахнет так, как заявлено. Отшелушивающий скраб для лица от Натуро Сибирика для жирной проблемной кожи. Здесь как бы он подходит именно как я, вот для аллергиков, не раздражает кожу. Без СЛС, без парабинов, все вот эти красители не содержат, которые как раз могут вызывать вот эти раздражения и покраснение кожи. Вы знаете, мне кажется так, вот я два раза подряд покупала этот скраб. Вот это мой был последний уже тюбик, больше я не буду приобретать. Вот просто поверхностное очищение. Вот, знаете, он во мне очистит вот именно как скраб хорошо кожу. Ну так мягко, вот так сверху чуть-чуть грязь уберет и все, но не более. Также от Фаберлик вот такой вот скраб для ног. И из серии тоже про ноги с абрикосовой косточкой. Непонятные какие-то впечатления. Как скраб тоже он не работает. Мне кажется, лучше взять обычный какой-нибудь скраб, именно ту самую абрикосовую косточку с чистой линией. И вы хорошо себе сделаете такой даже массаж и скрабирование ног. Также не вызвало восторга. Вот такая вот маска от Мэйтан. Маска-пленка. Увлажнение. Каталожная косметика. Очень не понравилась, потому что вроде бы мало наносишь, рвется она кусочками, не снимается одним пластом, потолще наносишь. Сохнет долго, почти час, наверное, надо с ней ходить. И то не факт, что она вся полностью просохнет. Она вроде бы и так и не действует. Вообще я не поняла. И выкидываю почти целую упаковку. Монастырский сбор маслица с петрушкой тоже заказывала на какой-то органическом сайте для именно области век. Вы знаете, масляная такая вот текстура, вот обычная классическая, да, не понравилась мне. Ну, вроде бы вот увлажнение небольшое дает за ночь, да, до конца не впитывается это масло. Вот чтобы вот именно заменить его, как вместо крема использовать, нет, я бы, наверное, не стала пробовала на шею использовать. Тоже как-то вот, мне кажется, просто вот, оно даже как-то на поверхности лежит, особо не впитывается. Вот почти целый тюбик так и остался. Дальше очень мой любимый и всегда хвалю его, вот такой Син Син Био Ай от Биодерма, гель-крем для области вокруг глаз. Отличная штука, прекрасно увлажняет. Конечно, если у вас уже такая возрастная кожа с какими-то явными мимическими морщинами, да, и вы хотите там что-то вот разгладить, прям вот напитать, не получится, не подействует. Вот даже если его много наносить, просто вот такое легкое, хорошее увлажнение на день. Прекрасно подходит как под базу, под тени, да, там ничего не скатывается. Очень люблю, сейчас в данный момент таким же пользуюсь. Ролик гель для чищения пора, Себа Баланс, серия для жирной проблемной кожи Фаберлик. Наносится именно гелевая текстура на все лицо и скатываете через 2 минуты, такие катышки делаете. Просто обновленная, не сильно глубоко, такая чистая кожа у вас становится, снимает верхний грязный слой, но не боль. Классное масло органа для волос закончилось у меня от Капус. Очень нравилось, использовала полностью всю баночку. У меня здесь несколько капель осталось. Вы знаете, как круто придает волосам мягкость. Вот этот вот блеск. С ним вроде бы и не переборщишь, ну вот максимум там 2-3 капли даже для длинных волос хватает. Потому что оно подходит как под какие-то горячие плойки, под приборы защиты, также от солнца, от ветра, от сухости. То есть вот такое, знаете, универсальное масло, при этом наносится вот после мытья на чистые волосы, да, несмываемое. Очень нравится, готова повторить снова. Я думаю, многие из вас слышали на него хорошие отзывы. Дальше, что еще здесь выкидываю? Вот такое вот от Lumené, минеральный бронзер и румяна, 2 в 1. У меня есть еще хорошее средство, поэтому не вижу смысла особо копить вот это вот уже все старое. Была тут как-то, знаете, у Lumené, у стенда, хотела карандаш для правей их купить. И я опалдела цен. Все подорожало в 2, даже почти в 3 раза. Карандаш, который я всегда покупала, был 350 рублей, а теперь он стал 600 рублей. Да, здравствуйте, приехали. Я считаю, что это тоже как бы уже сильно они загнули. Дальше, от Maybelline вот такую помадку выкидываю, 140 номер. Она не то чтобы матовая, это обычная Color Sensational серия. Очень красивый цвет. Такой, ну, как бы он смотрится как матовый на губах, но при этом не с затиркой такой. Сейчас он похож на то, что у меня почти на губах. У меня сейчас на губах MAC. Вот. А этот такой оттенок, вот он почти идентичный. Я их как-то сравнивала, говорила, что это почти аналог. Поэтому присмотритесь. Я вроде бы думаю, что их еще продают эти помады. Очень красивый, освежающий, особенно на загорелую кожу летом цвет. Вот такой маленький дорожный вариант сухого шампуня Batista у меня закончился с вишенками. Очень удобно. В сумочку бросил и пошел. У меня немного запах убивает вот именно вот этот с вишенкой, потому что он уж слишком ядрю. Я помню в общественном туалете как бы, да, решила вот именно воспользоваться им. Я вам скажу, что меня обходили вот так вот стороной, на меня косились все, что мол, что я там такое облако там такое распылила, прям белое. И все там прям, знаете, кругом аж прям там прокрадывались. Вот сыворотка от Everline с маслом органа. Еще есть такая же чисто белая упаковочка. И у меня тех было больше. И вот единственный раз я купила вот именно это в новой версии, и могу сказать, что мне все же кажется, что в той старой версии намного круче. Дает меньше эффект на ресничках, вот именно увеличение объема. Тем самым видно за счет того, что здесь содержится масло органы, проскальзывает вот это вот по ресницам, она более катается. И не создает вот этих вот волокон, которые цепляются, тушь потом за них, да, тем самым создается меньший объем. Также закончился вот такой дорогущий шампунь от марки Marrakech. Если пользуешься только вот этой продукцией, их вот этой линейкой, то вот в комплексе вот этом вот есть на самом деле тот заявленный накапливающий эффект. Вот он очень заметен. Волосы становятся более плотные, более какие-то объемные, при этом блестящие и более густые. Очень понравился. У него гелевая текстура, при этом неплохо для вот пеница, так как несмотря на то, что он без SLS, без парабенов, и он не тестируется на животных. Вот эта продукция понравилась. Мне кажется, полностью оправдывает свою стоимость. Хороший, реально уход для волос. Очень рада, что их попробовала. Дальше у меня также я прям вот новую упаковку выкидываю. Посмотрите, X-Lash. Вот такая вот штука, прям запакованная для ресничек, для роста ресничек. Так я ее не использовала, я не рискнула, девочки. Я знаю, что многие хвалят, говорят, что у одних ресницы прям коровьи. Но как по мне, это не только именно потеря денег, да, выманиваем придуманная какая-то штука. Плюс к тому же и еще вред здоровью. Самое главное, что это глаза. Понижается зрение из-за таких гормональных средств, к сожалению. Поэтому я бы вам не советовала. Если вы не пробовали, то лучше не начинайте. Дальше еще выкидываю у меня здесь вот такой вот крем для области вокруг глаз от Доктор Хаушка. Он такой, как вот загустевший мед, твердый мед. Вы его видите, там немного у меня осталось. Он уже срок просто вышел, не успела доиспользовать. Очень экономичный. Растворяете между пальчиков и наносите вот под теплом, он у вас растворяется. Но, девочки, его только на ночь. Вот правда, только на ночь. Потому что днем я пробовала вообще никак. Жирность вот этой поверхности сохраняется. Все вокруг глаз блестит. Видно, что вы как будто бы маслом намазали. Не впитывается. Крем, конечно, не из дешевых. Я бы не сказала, что у него вау-эффект. Я бы, наверное, его, скорее всего, не могла вам советовать. К нему надо как-то привыкнуть, приноровиться. И только на ночь использовать. И как бы там такой эффект надо увидеть. Это через, может, месяца два только, что у вас что-то там. Где-то какая-то морщиночка или залом немножко заполнился и разгладился. Ну, как-то так, не очень. Также выкидываю вот такие вот двухцветные тени от марки Белль. Посмотрите, какие оттенки красивые. Да, ну что тут сказать, сейчас вам покажу. Такие лиловые, очень красивые. Мне кажется, карим глазам очень круто-круто. Матовые, такие, знаете, вот меня, почему я с ними не могла дальше пользоваться? Когда наносишь на глаза, вот эта вот интенсивность цвета, она пропадает. Ну, их нету просто. Они просто вот как в кожу пропитываются. И надо их по несколько слоев там что-то пытаться намазать. Также выкину вот такие вот двухцветные тени для бровей от Эссенс. Трафареты вообще никчемные. Вообще, это, я не знаю, это глупость, конечно, все эти трафареты. Потому что у всех индивидуальные черты лица. И там надо все на брови по-другому это все красить. А не так просто по трафарету проводить. Вот крошатся, не понравились вообще. И какие-то они как грязь выглядят на глазах. В общем, выкидываю без сожаления. Сиси-крем в оттенке Medium от Lumine. Расширилась цветовая линейка. Поэтому, кто хотел посветлее цвета, смотрите. Ну, сразу скажу, что и цена увеличилась. Вот, конечно, все в нем прекрасно. Вроде бы неплохо так несовершенство убирает. Кожу делают более здоровой. Немножко с сиянием. При этом не блестит она прям так сильно. Если припудрить, то вообще хорошо. Румяна от Revlon 003 оттенок. Вот такой цвет персика натурального. Очень красивый, освежающий. Хорошо набирались на кисть. Но ввиду того, что они у меня еще были, когда там все начинала я вот это вот копаться в косметике. Как-то покупала их в магазине. И потом так они у меня стали валяться. Потому что я на что-то другое перешла. Стала более там маковскими румянами интересоваться. Приобретать. Дальше от Lumine. Вот такие вот помадки увлажняющие. У них есть серия. Очень красивый цвет. Я вам хочу сказать. Номер 86. Я бы даже вам посоветовала присмотреться. Ввиду того, что опять же много всяких помад. Возникло у меня и эту. Я подзабросила вот этот оттенок. Riff Goche. Вот такая вот двойная палетка. Тени для бровей. Если вы что-то лучше попробуете, там, например, Анастасию, либо, может быть, какие-то там тени более профессиональные для бровей, вы поймете, что вот это вот бред, конечно. Это ни к чему. Вот этот воск вообще не поняла. Я его тут поюзала и так и бросила. Памада от Rimmel Lasting Finish. Стойкая. 0,38 оттенок. In Lush. Если вы есть в продаже, девочки, я вам советую. Реально. Очень красивый цвет. Камера сейчас немного искажает. Сейчас я вам сделаю соч. Посмотрите, какая отменная мягкая помада. Несмотря на свою яркость, прокрашивает без проплешин. При этом такая интенсивность. Очень бомбезный цвет. Очень. Блин, кремовость, конечно, зашкаливает. И пигментация помады вот эти. Не знаю, мне кажется, они с люксом еще и переборят его. Вот просто риммельские помады. Очень классные. Очень. Напишите мне, кстати, какие у вас есть у Rimmel любимые цвета помад. Может быть, у вас есть какие-то фавориты. Посоветуйте. Также от Revlon у меня я выкидываю. Тоже прошел 40 годностей. Вот такой вот бальзам для губ с цветом 0,75. Очень красивый, насыщенный оттенок. Освежающий. Я помню, летом его часто носил. Сколько у меня всего, девочки. Я вас уже, наверное, замучила. Вот такой еще Essence Monotene в оттенке 16. Не знаю, продают такие сейчас. Нет. Немножко с таким сатиновым блеском. Лиловый такой светло-фиолетовый цвет. Посмотрите, да. Хорошие вот эти однушки. Очень. Еще одна Monotene, только чуть потемнее. Как раз вот их вдвоем я комбинировала. Это на подвижное веко. Это чуть-чуть на внешний уголок. Затемняло. Тоже вот такой вот красивый фиолетовый голографический оттенок. Очень нравилось. Вот, правда, супер для кариих глаз. Очень красиво. Вот. Конечно, в этом плане, вот, посмотрите, они даже не крошатся. Очень так кремово набираются. Также уже очередной был у меня тюбик. Вот такой от Vileda крем. Наночего наносила. Он идет с экстрактом розы. При этом, вот, именно как я для аллергиков, Vileda отлично подходит. Успокаивает кожу. У Vileda есть накопительный эффект. Реально есть, девочки. После месяца использования ежедневного, я могу 100% уверить, что вы увидите эффект. Пол тюбика используйте, и потом вы только заметите. Потому что за счет своей натуральности нет вот этого быстрого эффекта, да. Кожа подтягивается. И заметно вот улучшается цвет лица. Кожа более чистая становится. Кожа выкидываю, прошел срок. Вот такие оттенки. Не могла их часто носить. Поэтому, помню, как-то несколько раз накрасилась, так и забросила. Меня немножко смущало, что они ярко смотрятся. Вот такой вот красивый, зеленый такой, прям вот летние такие оттенки. Вот смесь серый такой. Вот этот вот зеленый. Салфетки матирующие джапоником. Бирали вот этот жирный блеск. При этом, вот знаете, буквально надо один раз промокнуть, не надо там ничего возить. Отлично, удобно, красиво так вот. Все это в сумочке лежало. Было приятно пользоваться. Последнее еще покажу вам несколько средств. И буду уже заканчивать. Я вас замучила своей болтовней. Это вот такой вот пилинг обновления для губ от марки Белор Дизайн. Периодически раз в два дня использовала. Шелушинки убирает. Очень так приятно, знаете, вот им пользоваться. Он такой масляный немного. Но потом я это ватным диском все снимаю. И все вот эти вот корочки все отходят. Губы такие обновленные. Очень нравилось. Сейчас он как-то пропал с продажей. Я ему не могу найти. Но пользуюсь другим. Это я покажу уже в следующих видео. Вот такие вот румяна. Силки Тач от Эссен. Довольно яркие, не тусклые румяна. Ну, опять же, за счет того, что у меня появились всякие разные чуть подороже, что-то это, я как-то их забросила. Дальше. Две помады. Первая, этот Фаберлик 4366. Я выкидываю. Как-то пользовалась, пользовалась ей. Довольно часто. Помню, на видео она у меня часто была. Вот такая вот персиковая. Мерцающий такой эффект. Немного создает на губах. Глянцевый больше. Вот. Ну, нравилась вот эта вот серия помад. У меня есть еще другой, более натуральный оттенок. Красиво смотрится. Далее. 0,50. Ультимат Калор от Катрис помада. Вот такой вот взрыв просто мозга. Оранжевый цвет. Представляете? И я с таким ходила. Это просто бомба. Посмотрите. Такой оттенок вообще просто. Я, наверное, сейчас, конечно, такой не накрасила. Все же мы взрослеем, меняемся. Стареем, наверное. Вот. И, конечно, уже такой оттенок я не буду носить. Но при этом помады вот эти Ультимат Калор у Катрис отлично. И последнее. Вот такие вот салфетки от Биары. Легкий дорожный вариант, например. Где-то там чуть-чуть, может быть, там снять косметику. Но вот именно какую-то стойку, либо что-то такое. Вообще ни к чему, ни о чем. Честно говоря, мне не понравилось. Вообще, считай, это пустая трата денег. Спасибо огромное всем за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.